ну вот у нас сегодня 13 апреля 2020 год вот я сходил вышел сейчас вине из скворечника из дома он пошел через покос вот вышел за граду здесь вот сегодня сходил кустину кондре забрал шарики за ним всю зиму смотрел стёпа устинов какой-то на шарике такой поджаристый вот он взять она на ему пометить поскребсти показать какой-то здоровый пёс был он был мощный вот так вот у нас уже тут открыто пространство и уже снега только вот местами где-то вот лежит основной своей части уже его нету там вот возле лагеря только вернее сказать сейчас уже не лагеря музей посмотрим что там у нас творится нашем музее там тоже видно возле леса посадок везде снег лежит на полях все чисто все только было много снега и все ушло под землю говорят что это хорошо как вам брат игорь барабашин говорит что это для него благо что вся вода в земле но в прудах видимо только то то что она падала снегом то и будет сохраняться ну и плюс если где подземные ключи бьют вот наш шалаш который мы строили когда-то вы шарик ну то ладно он легкий свободно проходит ты куда шарик шарик оттуда вот ему забава шарик у нас вот как вот шалаш выглядит ну на первый взгляд ничего вроде бы сохранился всякие так что в дужке гнил ты еще там и слышны вот березоньки буду устанавливать здесь и брать сок тоже с них ну так вот у нас музей наш выглядит видно что по отпадывала штукатурить надо будет опять подмазывать глиной вот такие небольшие щели есть жильдь надо будет подбивать ну и здесь вот как обычно снегу сколько он еще и лежит вот это вот яма где мы берем глину глубокая здесь тоже еще он сколько снегу то есть тут вода потом будет стоять шарик подожди пойдем я со шарика прицеплю он не мешался бак стоит наш железный под воду сейчас я его привяжу чтоб он мне не мешался и пойду сейчас пока установлю в камеру куда-нибудь охраняй если что идем дальше смотрим что у нас тут творится нашим здесь вот тоже снег лежит дверку туалета отпала ведь ветром видимо и туда-сюда болтала висит на одной петличке вороты царь и морать и мясо грязную лавану музей комплекс для бедных лагерей во сколько тут еще снегу тут еще снегу много она еще долго будет сходить тут ну что сегодня прохладный день дождь так и шел немного с утра но по этим сугробам я и ходить не буду а то может еще и на грибов свои собаки сложена отписи он написано палка валяется гвоздем к веру ремонт требуется тоже я сейчас обойду вокруг вот так вот крыша выглядит вроде бы ничего пока держится кое-что конечно тупо оторвалось подмазать все надо будет глина поотваливалась то что видимо снег не откидывали он тут содрал часть глины со стен здесь еще сколько тоже снегу лежит он потому что уже солнце там на закате идет тепла нету как основного от него здесь у нас виноградник виноградник весь еще под снегом надо будет ждать когда сойдет снег это посажена зеленый без песочки углядывает крест стоит в том году он упал весной его заново делал вот тут доска это видимо скелли сорвало этого конек доски пострылало ветра потом делать насколько еще тут снегу снегу много еще не солнечная сторона где солнечно тут поставила везде все крест сохранился слава богу дальше здесь он картон весь его из потрошила ветром или быть потом вы другу принесу я открывать буду их для просушки так в принципе остальные теле это ничего вроде бы где-то что-то содрала частями тут тоже хорошая кили нормально забором там упал надо будет подделывать здесь тоже подделывать надо будет качели стоят еще тут комнату отдыха надо уже чем-то обшивать заново картон уже весь испортился почти наши батуты батут кровати для маленьких детишек где-то семьи до восьми ничего показывать и не надо туалет там видно что требуется опять ремонт в кривской стоит это вот у нас здесь пекарня тоже завалила снегом еще неделю будет таять если будет конечно теплая погода такая погода будет стоять он еще дольше будет это у нас тут называется на куриных ножках состоит на столбушках и еще потом видим столбушки стали подгнивать сделали кирпичи ну так вот вот такая общая обстановка здесь ноги сейчас помолюсь и пойду дальше установлю сейчас установить Боже, будь милостив ко мне грешным, создавши меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Господи, Иисус Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистое Твоей Матери всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, утешитый дух истины, везде находящийся и все наполняющий источник благ и податей жизни. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, блажи души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой посети и исцели немощи наши. Имя Твою ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое Царство, сила и слава во веки. Аминь. Благодарен Тебе, Господи, за эту еще прошедшую зиму. Что сохранил эти строения, Господи, от всякого рода зла, от недобрых людей. От лукавых духов, Господи, изгони та же. Как радостно вспоминать, Господи, здесь проведенные эти дни, в молитве с детьми, Господи. Ты показывал свои чудные дела через это все. Чтобы это все, Господи, послужило примером, как служить Тебе. Если в чем, Господи, я погрешил здесь. Прости меня, Владыка, и помилуй меня. Укрепи нас всех. Благодатью Твою Святую. Благослови наших наставников, Мои, Господи. Игнатия, священника Акима, Андрея, Владимира, Господи. Да спасутся и души, и жены, Господи, помоги спастись. Помоги всем детям, которые здесь были, которые получили по Слову Твое назидание. Чтобы все, что это доброе, здесь они получили, упало в добрую почву сердец, Господи. Чтобы Слово Твое было живо и действенное. Помоги им, чтобы они, Господи, полюбили Слово Твое. Исполнили Твои заповеди, живя здесь на земле. Все, что здесь доброе, пришло им на память. Чтобы они возблагодарили и прославили Тебя, Господи. А все, что было подано соблазн, Господи, претновению, прихода к Тебе, да изгладится из памяти их. Помоги этим детям всем. Помоги нам, Господи, также совершенствоваться. Преображаться в образ Твой. Научи, Господи, во всем проявляй смирно мудрее, кротость, воздержание. Всякую скверну удали из сердца, из разума, из уст моих. Помоги, невзирая ни на что идти за Тобою. Сохрани, Господи, от этой эпидемии болезни, коронавируса, Господи, от всякого до зла. Да будет на все Твоя святая воля, Господи, как Тебе угодно. Ибо Ты собираешь не только умрешляешь грешников, которые живут во грехе и не раскаиваются. Ты уже знаешь, Господи, заранее, что ни один из них не покается. И Ты их забираешь от лица земли. Но и праведных, Господи, Ты также можешь забрать и в юности, и в старости, потому что они созреют для Царствия Твоего. Дай нам, Господи, собери нас в житницу Твою, чтобы мы могли даже в Царстве Твоем прославить Тебя со всеми святыми Твоими, которые служили Тебе искренне от чистого сердца. Которые все упование возлагали на Тебя, живя здесь на земле, странствуя по земле, Господи. Помоги это, мне дайте это земное поприще и всем святым Твоим по всему лицу земли. Укрепи их, поддержи их, сохрани их от всякого рода зла, Господи. Слава Тебе. Помоги всем болящим, страдающим, гонящим за Слово Твое, за Имя Твое Святое. Укрепи их, Господи, подкрепи их, поддержи их там. Если они нуждаются в помощи, пошли им, Господи, святых Твоих, братьев, сестер, которые подкрепили бы их. Дай им утешение в сердца их. Если Ты их приготовил сходу из этой жизни, дай им достойно уйти из этой жизни. Во всем доверие с Тебя. Удали всякие страхи, сомнения из их душ. Помоги нам, Господи, достойно встретить этот земной переход в вечность, когда Ты, Господи, будешь нас собирать. Прибудь рядом с нами, Господи, не оставь и не покинь нас. Господи, воздай милостей на Твоем, Господи, благодетелям моим. Все, кто трудился над моей душой, да спасутся их души. Все устрои в нашей жизни, как Тебе, Господи, угодно, а не как нам. Хвала Тебе за все честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу! Аллилуйя! Вот так вот. Слава Богу за все. Слава Богу за все.